Изменим задачу. Давайте мы вместо задачи о скобках возьмем что-нибудь другое. Например, любой человек, который занимался алгеброй, знает, что можно не расставлять скобки вот так, как я сейчас делаю, а можно разными способами вычислять значение выражения. В некотором смысле это тоже остановка скобок, но немножко другая. Несколько, ну, я не знаю, скажем, А, В, С, Д, Е, Ф, Ж, Х, 8 куб. Я сейчас нарисую некоторое дерево и надеюсь, что вы поймете, что это за альтметическое выражение. Ну, например, можно вот так вот сделать, дальше можно сделать вот так и еще все это умножить на а. Смотрите, что это такое. Вот здесь вот я перемножаю С и Д. То, что получится, умножаю на В. Здесь перемножаю Е и Ф. Результат умножаю на Ж. Замечательно. Теперь, то, что у меня получилось, Е и Ф умноженное на Ж, умножаю на А. После этого я перемножаю вот это выражение. В, С, Д. Да, его в слове заключаю. И здесь пишу так, значит, Е и Ф с Ж, да, умноженное, это умножилось на А, так, посмотрите. И это еще замечательно. Теперь наступает самое завершение работы, буква А. А, после чего в больших скобках идет вот это. А именно, Б на С, Д в скобках. А теперь надо написать вот это. Что это такое? Это в скобках написанное, в скобках написанное произведение на А, а здесь Е и Ф, и здесь Ж. Вот. Вы ведь обратите внимание, какая в математике роль ускобок. Часто в математике используют скобки для того, чтобы на самом деле не строку, а такую вот сложную структуру превратить в одну строку. Никогда не задумывается. И это на самом деле принципиальная штука, ребята. Если вы посмотрите на компьютер, то любой файл – это же строка данных. А при этом компьютер прекрасно справляется с обработкой пространственной информации. Он великолепно располагает события во времени. Ну и много чего, да? А потому что всевозможные вот такие скобочные структуры, ну и более сложные, действительно позволяют текст представлять в виде какой-то такой птенки. Желается нескольких измерений, да? Отлично. Отлично. Так вот, это для восьми букв. И моя цель сейчас – вычислить, сколькими способами это можно сделать. Господа, я не знаю, видели ли вы, что я только случайным образом объединял эти буквы. Количество способов на самом деле огромное. Количество способов абсолютно огромное. И поэтому, если я захочу сейчас решать прямо вот с восьми, у меня, конечно, ничего не получится. Надо сначала решить задачу для одной буквы. Один способ. Для двух букв тоже один. Для трех букв способов уже, очевидно, два. Можно или сначала перемножить в bc, и потом умножить на a, или ab, а потом умножить на c. Два способа. Так вот, догадаетесь, сколько способов будет сейчас? Да. Пять. Пять. Вы абсолютно правы. Действительно, пять способов. И давайте я их напишу. Только я сейчас уже хочу не случайным способом. Понимаете? Я вот когда со скобками работал, написал случайный букв. Когда есть три буквы, то последнее выполняемое умножение, это или здесь, вот это, или здесь. Вот давайте я его поставлю в знак умножения. Последнее выполняемое действие. Так когда четыре буквы, то варианты такие. Или мы умножаем между собой как-то bcd, или мы умножаем между собой a, b, умножаем c, d, и потом вот так. Или еще такая штука бывает. Можно a, b, c, а последнее... Ребята, последнее умножение возможно одним из трех способов. Ну и, поскольку букв мало, на самом деле совершенно очевидно, что вот здесь вот единственный вариант a, b умножить на c, d. Здесь, конечно, два варианта. То есть или a, b умножается на c, а результат на d, или же по-другому. a умножаем на b, c, а результат умножаем на d. Ну и здесь то же самое. Можно умножать b, c на d, а можно умножать b на c, d. Вот они, все пять вариантов. Разумеется, мне не жалко и деревья нарисовать. Я надеюсь, что все с этим справятся. То есть, пожалуйста, быстренько нарисуйте вот эти вот деревья. Просто для того, чтобы вы привыкли, что одна и та же ситуация может на самом деле описываться разными картинками. То есть, иметь дело с умножением, это то же самое, что иметь дело вот с такими деревьями. Итак, здесь a умножается на что? На результат умножения b на произведение c, d. Вот такие пять деревьев. Так, давайте здесь тоже я нарисую деревья, но здесь совсем понятно. Здесь вот у нас знак происходит умножения, а здесь наоборот. Сейчас последний исполняемый знак умножения. В 14 картинок вы действительно способны нарисовать. И уверяю вас, это надо сделать. В 14 картинок надо сейчас сделать. Пока вы это своими руками все не дорисуете, вы не научитесь. Но это не главное. Это такая культура, что сказать. Главное, чтобы вы сейчас поняли, что без рисования картина можно понять какой. Для этого сколько вариантов? Для пяти. Пять. Для этой страницы. Если вы поставили знак умножения сюда, то фактически это задача, которую мы только что решили. Вот все эти пять картинок мы здесь нарисовали. Конечно, их пять. Так, а если мы поставили сюда? Тоже, ну не пять, а два. Потому что для трех букв вариантов два, а для двух букв вариантов один. Так, давайте я так и запишу. Один умножить на два. Так, а здесь сколько? Два. Два умножить на один, правда? Так, а здесь сколько? Пять. А здесь пять. Пять будет один. Между прочим, да. Между прочим, это можно было написать так. Пять умножить на один. Потому что для одной буквы вариант один, а для четырех букв вариант пять. И здесь тоже можно было написать не пять, а один умножить на пять. От этого, конечно, ничего не изменится. Но я могу написать уже такой замечательный ответ. Давайте, все эти вычления, все эти картинки для вас я уберу. Это всего лишь одна из многих букв. А вот то, что число 14, это один умножить на пять, один умножить на два, два на один и пять на один, это действительно дважды. Господа, у последовательности Каталана есть такое правило. Хочешь найти очередной член последовательности Каталана, сделай так. Вот мы уже нашли один, один, два, пять, четырнадцать. Так, внимание. Перепиши эти числа в обратном порядке. Пожалуйста, все это делаем. Четырнадцать, пять, два, один, один. В каждом столбике надо вычислить произведение и посчитать сумму. Четырнадцать, пять, четыре, пять, четырнадцать. Понимаете? Двадцать восемь плюс четырнадцать, я же не знаю, все равно. Давайте поэкспериментируем дальше. Это несложно. Один, один, два, пять, четырнадцать, сорок два. Переписываем. Перемножаем. Сорок два, четырнадцать, десять, десять, четырнадцать, сорок два. Посчитайте сумму. Это очень много здесь. Действительно, сто тринадцать, два. Так, ребята, обратите внимание, пожалуйста, что это уже довольно быстрый способ подсчета. То есть не надо рисовать картинки, а каждое следующее число мы просто-напросто находим через предыдущее. Это, конечно, рекуррентный способ. То есть для того, чтобы найти очередное число, мы здесь должны найти все предыдущие. Чтобы найти 132, мы должны были знать все числа, да, один, один, два, пять, четырнадцать, сорок два. Это некоторая неприятность. Может, всегда лишь приятнее, когда вы непосредственно выписываете число. Кстати, явную формулу для чисел таланта. Рассказал я вам сегодня или нет? Вспомните. Здесь, помните, был треугольник Расскаля? Да. А если человек знает формулу для чисел треугольника Расскаля, это так называемый генемиальный коэффициент. Я не буду сейчас на это углубляться, потому что не буду в это уходить, потому что это отдельное дело. Но если вы выучите, а рано или поздно вы это обязательно выучите, явные формулы для чисел треугольника Расскаля, то вы получите явную формулу для числа Расскаля.